Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория. И сегодня мы посмотрим расклад, а стоит ли с ним мириться. Иногда мы не знаем, как нам поступить в той или иной ситуации. Давайте пусть сторон нам подскажет, как же поступить. Мужчины, переворачивайте значение под себя. Для начала мы посмотрим, в какой же сейчас вы находитесь в жизненной ситуации. Что сейчас у вас происходит? А сейчас у вас происходит просто жизненный тупик. Вы просто не знаете, что делать, как поступить. Вы как будто ушли в некую медитацию. Вы ушли в себя, ушли в свои мысли. Вам столько в жизни было нанесено обид и боли, что вам уже просто потерян смысл жизни. Вам ничего не хочется. Такое ощущение, что уже и мужчины вам, наверное, не нужны на данном этапе, потому что вы уже просто им не верите. А всё потому, что рядом с вами был мужчина довольно холодный эмоционально. Мужчина, с которым вы давно уже не чувствовали себя нужной и любимой. Мужчина, который часто делал вам больно. Мужчина, любящий командовать, диктатор. Он очень любит, чтобы всё было так, как он сказал, как он хочет. У многих я бы больше сказала, что это семья была. Возможно, ребёнок был. Или же вы хотели семью и ребёнка с этим мужчиной. Но что-то пошло не по плану. Пошло не так. То есть вы сейчас находитесь в таком болезненном, что ли, состоянии. Состоянии, когда не хочется ничего. Потерян смысл жизни от обиды, от боли и от проблем. У вас просто пусто в душе. Вы, да, вы оградились от всех. Вы поставили такой психологический барьер, как это называется, от людей. Вам не хочется общаться даже с подругами. Вас, возможно, и зовут куда-то погулять, развеяться. А вам ничего не хочется. И всё из-за этого мужчины, с которым у вас были замечательные, казалось бы, отношения. Дом полная чаша, который вас полностью обеспечивал, но из-за которого вам на данный момент очень больно. Который причинил вам боль. Да, вам с одной стороны больно, а с другой стороны вы думаете, а может ещё остался, вот как один кубок этот. Может ещё хоть какой-то шанс. Да, вы хотите всё-таки, может быть, вы и не показываете этого, но мысленно, да, вот для самой себя. Вы хотите ухватиться за ту соломинку, да, потому что вы любите этого мужчину, возможно, всё-таки глубоко в душе вы его любите. Хоть он и делал вам больно. И вы хотите за этот один шанс ухватиться, несмотря на то, что вам больно. Давайте теперь посмотрим, что же советуют нам карты. Стоит ли примириться с этим человеком? Будут ли примирения у вас? Как поступить? Вы знаете, да, примирение будет. И даже жизнь немножко начнёт налаживаться. Будет снова такая же финансовая обеспеченность. Вот вы обеспеченная женщина, которая имеет деньги, которая стабильная, весёлая, красивая, активная. Вы снова уйдёте из этого уныния. Снова у вас всё наладится, да, девочки? Вы помиритесь с этим мужчиной. У вас всё наладится. Хотя сейчас, вот, посмотрите, вы находитесь в очень таком депрессивном состоянии, в убитом состоянии. Но вот, судя по картам, жизнь начинает налаживаться. Вот такой был расклад. Начинался довольно негативно. Но, в принципе, итог вышел позитивный. Так что, девочки, у кого было расставание, ссора, конфликт, не переживайте. Это скоро всё наладится. И всё станет на свои места. И вы помиритесь со своим мужчиной. Кому понравился расклад, ставьте лайк. Делитесь с друзьями. Пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы разобрать. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. До новых встреч.